Все самые главные новости этого дня узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Кому война мать родна? Украина снова оказалась в эпицентре скандала с контрабандным оружием. Большой куш. Что обнаружила СБУ в ходе обыска в кабинете судьи-взяточника? Денежный поток. Глава Нацбанка озвучила сроки и суммы ожидаемых траншей от МВФ. Украину снова обвиняют в торговле оружием. В западных СМИ пишут о нелегальных поставках автоматов, гранатометов и боеприпасов из зоны АТО в другие конфликтные точки на карте мира. В маршрутах и схемах разбирался Ярослав Кречко. 12 гранатометов, десятки подствольников, противотанковые мины и гранаты. Все это сотрудники СБУ нашли даже не в зоне АТО, а в пригороде Днепра в 250 километрах от линии фронта. Все то, что вылучается, это то, что поза схемой. Это мизерные показники, которые мы с вами знаем. Поэтому все другие, которые происходят, тихо, приховано, под контролем, зарабатываются непростойные деньги. Бизнес, который начинается на Донбассе, заканчивается на другом континенте. Агентство Reuters увидело след оружия из Украины в Сирии, Ираке и Ливии. Британский эксперт Марк Галлиотти даже один из нелегальных маршрутов назвал. Через Одесский порт в Средиземное море и дальше на юг. Полковник запаса Олег Жданов предполагает, как это возможно. Новые таможенные правила позволяют даже не проверять груз. Если таможня верит поставщику, значит контейнер уходит растаможенным, так называемый, в черную. Что в этом контейнере, никто сказать не может. Но до момента, когда таможня дает добро, целая цепочка. Вот недавний пример. На прошлой неделе на продаже гранат и патронов поймали замкомбрига 53-й бригады. Глава общества ветеранов АТО Кирилл Сергеев предполагает, если речь идет о серьезных контрабандных партиях, без командного состава военных частей тут никак. Это уже уровень от руководства батальона и выше. Также не стоит упускать и тыловых офицеров. Это в первую очередь военные части, которые находятся неподалеку от зоны АТО, где находятся основные арсеналы оружия и боекомплекта, идущие в зону АТО. Оружие со складов может получаться и под видом восстановления потерь в ходе ведения боевых действий. И под видом, допустим, расконсервации партии вооружения для бригад, которые будут развертываться. Или для МОБ-резерва и так далее. Любые. Сейчас любые документы, которые касаются войны, могут легализовать изъятие оружия со складов. Единой системы учета оружия, добавляет эксперт, в Минобороны до сих пор не существует. Поэтому оформить нужные документы и отгрузить арсенал в любом направлении по отработанной схеме не составляет труда. Вся страна живет двумя бухгалтериями. То же самое у Карабаронпрома. Это не исключение. У него есть две бухгалтерии. И, соответственно, есть два канала поставок оружия. Официальный и неофициальный. Потому что вывести оружие, допустим, за пределы страны другим, более мелким организациям, Я думаю, что это очень проблематично в таких объемах. Объемы контрабанды оружия оценить сложно. В чем сходятся эксперты, это бизнес на миллионы долларов. Мы обратились в Минобороны. Там наш запрос перенаправили в Укроборонпром. Но реакции на очередную историю с нелегальной поставкой оружия пока нет. Ярослав Кречко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Криминальные кадры. В СБУ опубликовали подробности задержания судьи Высшего хоссуда Украины Виктора Швеца. Напомню, его взяли на горячем еще в марте этого года при получении взятки. В одном из киевских кафе Швец принял 5000 долларов от одного из частных предпринимателей. Требовал, кстати, вдвое больше. Взамен обещал не препятствовать коммерческой деятельности. Рассказали правоохранители, и что нашли во время обысков в рабочем кабинете и дома у судьи. Это около 300 тысяч долларов. Долговые расписки на 475 тысяч долларов. Драгоценности и паспорт гражданина Венгрии, выданный на его имя. Накануне генпрокурор Юрий Луценко лично вручил Швецу уведомление о подозрении в мошенничестве. Процесс очищения. Юрий Луценко рассказал, как проверять прокуроров в режиме онлайн. Что такое декларация добропорядочности? И поможет ли она убрать из структуры всех нечистых на руку? Подробнее Ольга Теребинская. Настучать на прокурора. Юрий Луценко призвал граждан сообщать о подозрительно богатых сотрудниках его ведомства. Об этом генпрокурор заявил сегодня во время презентации анкеты добропорядочности. Теперь все его подчиненные должны собственноручно подтвердить. Задекларировали все честно, коррупции отношения не имеют и живут на одну зарплату. Прокуроры живут не на планете, не отдалены. Они тут, в Украине. И если мы знаем по-другому, что они позволяют себе найдорожшие рестораны, какие-то надзвичайно роскошные вещи или услуги, пожалуйста, информуйте. Мы также споставим уровень доходов с декларацией и с тем, что они делают. Все эти анкеты можно посмотреть на сайтах генпрокуратуры. По сути, нужны они лишь для того, чтобы каждый гражданин мог найти имя известного ему прокурора и проверить, честно ли он все написал. Ведь, по словам Луценко, если сотрудники декларируют однокомнатные квартирки, а проживают в особняках, записанных на тещу, это станет основанием для проверки и увольнения с работы. Я очень рассчитываю на то, что общество в ближайший месяц серпень и вересень надаст такую информацию. Закон предотвращает полгода ожидания поведения о невероятной разбежности в поданных документах. Но у меня нет столько часов. Завдание борьбы и злочинности, и коррупции в Украине потребует командности и доверия к работникам прокуратуры. И я просто хочу верить своим подлегам. Генпрокурор отметил, анонимные заявления во внимание не принимаются. Тем же, кто опасается за свою жизнь, Луценко рекомендует передавать информацию через других людей или общественные организации. Что касается последних резонансных дел, в расследовании которых участвует его ведомство, сегодня генпрокурор отвечать на вопросы журналистов отказался. Ольга Теребинская, Владимир Самченко, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер. По делам Януковича из Украины в Россию с допросом отправится следователь генпрокуратуры. Печерский районный суд столицы несколько дней назад обязал ГПУ допросить в России экс-президента Виктора Януковича. Об этом рассказал его адвокат Виталий Сидюк. Речь идет о деле, где Януковича подозревают в получении 26 миллионов гривен взятки под видом авторского гонорара за уже изданные и написанные им в будущем книги. Адвокат отметил, что ранее ГПУ отказывалась командировать сотрудников в Россию из соображений безопасности, но теперь сделать это постановил уже суд. Что касается других дел, речь о допросе Януковича пока не идет. Дело о завладении охотничьими угодьями сухолучья тот же Печерский суд отказался рассматривать и отправил документы в высший спецсуд для определения подсудности. А уголовное производство по делу о хищении 200 миллионов гривен Укртелекома уже более года на стадии досудебного расследования и до суда еще даже не дошло. Удар для строительного афериста. Виталий Кличко собирается потребовать от Генпрокуратуры ужесточить меру пресечения для скандального столичного застройщика Анатолия Войсыховского. По словам мэра, залог в 14 миллионов гривен просто не соответствует размаху махинаций задержанного. Чтобы так не стало с Войсыховским, чтобы он не втек от правосудия, как деятель от элиты центра Паншахов. По действиям с забудовником и элитой центра до сегодняшнего дня мы выделяем квартиры и это великое навантажение на бюджет. Очередной скандал с Янтарем. На этот раз не на Буковине или Полесье, а в Одессе. Замешаны таможенники, судьи, контрабандисты и даже братки из 90-х. Все из-за крупной партии камня. Подробности истории узнаем у Андрея Анастасова. Ноябрь прошлого года Одесская таможня сообщает. В аэропорту задержана крупная партия Янтаря, почти 60 килограммов. Стоимость 9 миллионов гривен. Женщину, которая везла этот груз в Турцию и не задекларировала его, оштрафовали, камни конфисковали. Спустя полгода апелляционный суд Одесской области выносит решение. Конфискация была незаконной. И хозяйке Татьяне Гнедой янтарь нужно вернуть. На таможне возмущены. Ухвала суду звучала так, что бурштин не есть дорогоценным каменьем, а есть минералом. Хотя, ну, извините, диаманты тоже минералы. И тут новый поворот. Через своих представителей владелица янтаря заявляет, за время, пока камни были у таможенников, их подменили. Журналистам показывают фотографии. Вот что изымали и вот что вернули. На Одесской таможне все обвинения отрицают. При этом возникает вопрос, а откуда вообще у Татьяны Гнедой оказалась такая крупная партия янтаря сердца? И имелись ли документы на вывоз его за границу? Защитники отвечают так. Но и это еще не все. По данным полиции, бывший муж Татьяны Гнедой, Иван самостоятельно решил во всем разобраться. Мужчина посчитал, что янтарь похитил оценщик, который производил экспертизу изъятых камней. Нанял бандитов и стал выбивать деньги. В итоге банду задержали. Сам Гнедой тоже оказался в СИЗО. В сухом остатке подменили янтарь или нет, и если да, то кто и на каком этапе, по-прежнему неизвестно. В полиции говорят, комментировать пока нечего, только приступили к расследованию этого дела на миллионы гривен. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Одесса. На взятки в 48 тысяч гривен погорел сотрудник Харьков Обленерго. Начальник электросети одного из районов области требовал деньги за подключение частного дома к электричеству без заключения официального договора. Сотрудники СБУ задержали чиновника в служебном кабинете сразу после получения взятки. Грозит ему до 10 лет лишения свободы. В столичном апелляционном суде сегодня пытались выяснить, насколько честен один из подозреваемых по скандальному газовому делу Валерий Постный. Это уже далеко не первая попытка судей разобраться в деле на 3 миллиарда. Удалось ли сегодня? Знает Татьяна Винникова. Мне дали какие-то лекарства, происхождение их, я не знаю, дали их в набор. Мне стало плохо. После этого мне сказали, давай тебе сделаем еще один укол. Если раньше Валерий Постный, подозреваемый по скандальному газовому делу, участвовал в судебных заседаниях из больничной палаты по скайпу, то сегодня в суд его привезли в медицинском бусе. Не надо быть специалистом для того, чтобы понять в каком мы состоянии. Достаточно снять футболку и посмотреть. Адвокаты Валерия Постного рассказывают, еще до СИЗО ему сделали операцию на позвоночнике, установили металлические конструкции. Нужна была реабилитация, но врачей к нему не пускали. А потом Постный около двух недель пролежал в реанимации. Вчера он был выписан из лекарни, из реанимации. Мы обратились с проханием продолжить лекарство, но как он сказал, лекарство сказало, мы вас привели до тяги, почему у вас стабилизовался стан, а уже какое-то лечение, и если вы шукаете в иншем закладе, то мы вас дальше тримать не можем. Еще раз шаленый тиск сбоку НАБУ. Напомню, 15 июня НАБУ и специальная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной группировки, которая нанесла 3 миллиарда гривен убытков государству из-за махинаций с газом компании «Укргазвыдобувания». Организатором схемы назвали нардепа Александра Онищенко. Кроме него по этому делу проходят еще 20 подозреваемых. Среди них и Валерий Постный. 18 июня столичный Соломенский райсуд назначил ему залог в размере 1,5 миллиона гривен. Сегодня же в апелляционном суде главное требование правоохранителей увеличить залог в 10 раз. Это почти 1,5 миллиарда. И вот после трех часов ожидания начала суда в зал Постного внесли на носилках. Однако антикоррупционные прокуроры заявили, уверены, подозреваемый симулирует болезнь. И у них есть этому видео доказательства, где якобы Постный вчера самостоятельно шел к машине, садился и ехал домой из больницы. Но сегодня эти кадры в суде так никто и не увидел. Прокуроры также рассказали, что провели независимую судмедэкспертизу состояния здоровья Постного. И получили результаты, которые говорят о том, что он здоров. Однако сам подозреваемый заявил, сотрудники НАБУ выбивают из него показания против Анищенко. И потребовал заседание перенести, чтобы долечиться. Очень хочу у вас никуда и что-то сделать, чтобы прекратились эти пытки. Чтобы я как-то пришел больше чувствовать и мог себя защищать. А защитники Постного предоставили суду целую стопку медицинских заключений и выписок о том, что их клиент тяжело болен. И если его не лечить, может стать инвалидом. Поэтому потребовали заседание перенести до его выздоровления. Прокуроры с этим ходатайством не согласились. Это недоценно и не отвечает вымогам криминального пациента. Однако в итоге судьи, посовещавшись, удовлетворили требования адвокатов Постного и перенесли заседание на 1 августа. Татьяна Авинникова, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер. В этом году Украина получит от Международного валютного фонда вместо трех траншей только два. Об этом сообщила глава Национального банка Валерия Гонтарева. Напомню, ранее в Минфине заявляли, до конца этого года Киев ожидает от МВФ 4,3 миллиарда долларов. Теперь же, по словам Гонтаревой, надеются получить лишь 2,7 миллиарда. Мы, к сожалению, думаем, что мы просто не успеем прийти и получить третий транш, поэтому мы его просто сдвинули на следующий год. И в итоге у нас резервы, которые мы показываем вам в следующем году, они как раз и увеличиваются. А вот в самом МВФ предупреждают, очередной транш Киеву стоит ожидать не раньше осени. Официальный представитель фонда Уильям Мюррей подтвердил, украинский вопрос пока отсутствует в повестке заседаний Совета директоров фонда. Дальнейшее финансирование страны, по его словам, обсудят не раньше второй половины августа. Напомню, очередной транш от МВФ в размере 1,7 миллиарда долларов Киев надеялся получить еще в начале этого месяца. Атаки диверсантов, танки под Марьинкой, артобстрелы вдоль всей линии разграничения. Последние новости с мариупольского направления в материале Руслана Смещука. Линия сопряжения в районе поселка Гранитное. Место постоянной активности артиллерии боевиков. Петляя между холмами, погрунтовки, нас везут на нулевые позиции. На верхушках грунтовка простреливается. Но сейчас почти безопасно. Успокаивают нас. Этот опорный пункт находится напротив оккупированной Староласпе. Но дистанция такова, что если позиции накрывают, то только из больших калибров. Если так взять по радиусу, то от четырех, то до шести. В основном, то, так сказать, одна артиллерия у нас. Они в основном работают так по ночам. Один из бойцов показывает последствия последнего обстрела. Била или гаубица, или самоходка. Перед атакой, как обычно, над позициями кружил вражеский дрон-разведчик. Где-то в пол четвертого утра над нашим ВОПом. Реально работает где-то в течение полтора часа беспилотник. Но это был перелет с полюса орудия 2С1, получается, 122-мм. Которые, блин, по направлению шли у нас со Старой Ласпы. Где-то да. Примерно перелетов было около 15-20. Боевые действия и обстрелы велись также в Старогнатовке, Водяном, Широкино и Марьинке. В последней атаке боевики использовали даже танки. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. Сегодня Украина отмечает День Крещения Киевской Руси. В Киево-Печерской Лавре на Божественную Литургию пришли десятки тысяч верующих. Богослужение провел предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Ануфрий. Прибыли и посол Константинопольского Патриархата, делегация священнослужителей из афонских монастырей, дипломаты, политики. Богослужение провели по афонскому уставу, именно так, как оно совершалось тысячу лет назад. Специально к этому дню в столицу привезли чудотворные иконы из разных регионов Украины. А Петр Порошенко принял участие в общей молитве и торжественных мероприятиях по случаю Дня Крещения Руси и Украины на Владимирской горке. Вместе с главой государства за Украину молились руководители всех украинских церквей, воины АТО и волонтеры. Православная церковь в Украине в край потребует невиданной внимания с боку Вселенского Константинопольского престола. Он единственный, кто способен помочь православным Украине объединиться и регулировать канонический статус Украинской церкви в структуре святого православия. Крымского федерального округа больше не существует. Российский президент подписал указ о его упразднении. Оккупационные власти полуострова теперь будут формально подчиняться Южному федеральному округу со столицей в Ростове-на-Дону. По спрет Украины при ООН Владимир Ельченко решение Кремля уже прокомментировал. В своем твиттере он назвал его ничтожным. А также пообещал поднять этот вопрос во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Представитель нашей страны намерен обсудить эту тему с Пангимуном. Также сегодня Путин отправил в отставку Михаила Зурабова. Посла России в Украине. В Кремле это назвали плановой ротацией. Теперь представлять Москву в Киеве будет Сергей Торопов. Его назначили временно поверенным. В Украине Зурабов проработал почти 7 лет с августа 2009-го. Вот как в украинском МИДе прокомментировали его отставку. Берлин и Вашингтон выступают за немедленное прекращение насилия на востоке Украины и реализацию минских договоренностей. Это итог телефонных переговоров президента США и канцлера Германии. Барак Обама и Ангела Меркель обсудили также серию атак, которая произошла в Германии в последнее время. Обама выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и предложил поддержку в расследовании терактов. Атака на Германию стала и главной темой большой летней пресс-конференции Ангелы Меркель. Более часа канцлер отвечала на вопросы журналистов. О чем спрашивали, что отвечала Меркель, зная Татьяна Лагунова. Лучше поздно, чем никогда. В последние дни Ангелу Меркель часто и много критиковали за то, что она не спешила высказаться по поводу серии атак, которая произошла в стране. Канцлер решила исправить ситуацию, прервала отпуск, вернулась в Берлин, созвала пресс-конференцию и ответила всем сразу. Мы справимся. Эту фразу Ангела Меркель сказала год назад, открывая двери Германии для сотен тысяч беженцев. Сегодня повторила ее снова, но уже добавила, будет непросто. Теракты в Германии считает канцлер. Это тест, который должна выдержать страна. Нарушены цивилизационные табу. Атаки произошли в местах, где мог оказаться каждый из нас. И мы можем показать родным погибших и пострадавших, что они не одни, что мы страдаем вместе с ними. Мы сделаем все возможное, чтобы расследовать эти варварские нападения, найти зачинщиков и наказать их. Свою миграционную политику Меркель считает правильной. Канцлер пообещала, люди, которые нуждаются в защите, ее получат. И призвала немцев не поддаваться страху и ненависти. Ведь именно этого и добиваются террористы. То, что двое мужчин, которые прибыли к нам как беженцы, несут ответственность за нападение в Вюртсбурге и Ансбахе, это издевательство над страной, которая их приняла. Это издевательство над волонтерами, которые заботились о беженцах. Это издевательство над беженцами, которые действительно ищут у нас защиту от войны и насилия и хотят жить мирно. Сегодня же Меркель представила свой план по усилению безопасности в стране. Всего 9 пунктов. Среди них улучшение системы раннего предупреждения возможных терактов, усиление работы спецслужб и правоохранительных органов, депортация беженцев, которым отказана в предоставлении убежища. Ангела Меркель ответила на десятки вопросов, кроме одного, собирается ли она в следующем году баллотироваться еще на один, уже четвертый канцлерский срок. Мол, об этом говорить пока не время. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Ну а сегодня в Германии задержали подростка, планировавшего нападение на школу. На след парня вышли благодаря переписке с 18-летним выходцем из Ирана, устроившим стрельбу в Мюнхенском торговом центре неделю назад. Задержанному школьнику всего 15. В ходе обыска его квартиры оказалось, что он основательно готовился к преступлению. Полиция нашла план школы, бронежилет, большое количество патронов, ножи, кинжалы и зарисовки плана нападения. Сейчас задержанным и его родителями работает следственная группа. Мы продолжаем подробности и вот что узнаете во второй части выпуска. Миллионы под топор. Кто вырубает леса в заповедной зоне Днепра? Чужой среди своих. Задержанный за ограбление инкассаторов СБУшник оказался матерым преступником. Стенка на стену. Металлическую сетку, покрытую колючей проволокой и небольшие рвы, громко именуемые противотанковыми. Свои впечатления депутат изложила на бумаге и отправила в НАБУ, СБУ, Минобороны и специализированную прокуратуру. Попросила разобраться, куда делись деньги из госбюджета, выделенные к обминам Яценюка на строительство заграждения. А это минимум полмиллиарда гривен, подсчитала сотнях. Сегодня на сайте партии Яценюка Народного фронта появился ответ-отчет. За два года на границе выкопали 230 километров рвов, построили 116 километров дорог и даже установили наблюдательные вышки. Финансирование стены в начале этого года проверяла Госфининспекция и ничего уголовного не обнаружила, говорится в этом заявлении. Фронтовики просят Садового объяснить, почему в его парламентской фракции, процитирую, один депутат критикует строительство европейского вала. Вспомнили, кстати, Садовому и визит двоих его соратников на собрание секты и мусорный скандал во Львовской области. Мэр Львова, комментировать заявление фронтовиков, отказался. Ни к руководству фракции «Самопомощь», ни к нардепу «Сотник» нам дозвониться сегодня не удалось. Незаконная вырубка леса под Днепром. Масштабы впечатляют. За неделю уничтожено более тысячи деревьев. Сумма ущерба измеряется миллионами, но больше всего поражает дерзость, с которой рубили многолетние акации и дубы. Наталья Грищенко продолжит. Село Александровка всего в 10 километрах от Днепра. В окрестных лесах разводят диких животных. Охотиться и рубить деревья запрещено. Да, видимо, не всем. Недавно местные жители обнаружили свежесрубленные акации и дубы. И такое впечатление, что их оставили на сушку. Вплоть до того, что в поле подсолнечников была замечена, проложена, ну, похожая какой-то тяжелой техникой, дорога. В сторону посадки то ли трактор ехал. Активисты вызвали патрульных. На оперативном видео можно рассмотреть. Лесорубы ведут себя уверенно. Ни от кого не прячутся. В микроавтобусе десятки срубленных деревьев. Документов на вырубку нет. Но это и не важно. Пилить лес мужчин нанял вот этот человек. Приехав, сразу заявляет патрульным. Хозяин все порешает. Прещает дорогу, убирает. Сухостой. Сухостой? Сухостой? Да. А для чего убирать? У вас вот эти зеленые ветки, это все сухостой. Это все было повалено после дождя, буря. А для чего убирать? Хозяин как бы сказал, что будет часа через два. Впрочем, позже в телефонном разговоре с полицейскими так называемый хозяин заявил, никого из лесорубов знать не знает. По предварительным подсчетам уничтожено более тысячи деревьев. Рассказывает один из патрульных. Готовили на дрова. Колоссальный масштаб. Если бы обнаружили на неделю, на две позже, мы бы остались без леса. Акация сейчас на черном рынке, ну как куб акации, около 700 гривен. Добраться до места, где полным ходом идет вырубка, можно только по этой дороге, которая проходит через местный рыбхоз. Очевидцы видели, мужчины на грузовиках проезжали здесь не раз и без проблем. Вы охранник рыбхоза, да? Да. И вы не видели ни разу лесорубов, которые вырубывают? У нас лес не вырубают. На самом деле, картина выглядит иначе. Масштабы вырубленного леса просто поражают. Это только начало. Дальше, вглубь осадки, спиренных деревьев намного больше. Чтобы тяжелая техника могла добраться в эту чащу, через речной канал даже насыпали дамбу незаконно. В рыбхозе о ней тоже почему-то не знают. В отличие от активистов. Этот мужчина просит не показывать лица. Боится расправы. Эта дамба изъявилась две недели назад, 12-13 дней. За тех, кто вырубывал и лис? Да, да. Специально сделали эту дамбу, отсыпали, чтобы заезжать сюда и вырубывать лис. В экологической инспекции теперь, после огласки этой истории, усердно считают ущерб. Предварительно 2,5 миллиона гривен. В полиции открыли уголовное производство. С лесоруба взяли подписку о невыезде. Вот только кто стоит за этой вырубкой? И предстанет ли этот кто-то перед судом? Большой вопрос. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Разработку крупнейшего юзовского месторождения сланцевого газа, Надра Украины и Минэкологии отдали малоизвестной нидерландской компании Юзгаз. Без опыта работы и с уставным капиталом всего 1000 евро. К тому же, как оказалось, официальная компания в Нидерландах зарегистрирована месяц назад. Кто ее бенефициар и неизвестно. Напомню, компания Шелл, которая в 2012 выиграла тендер на разработку юзовских гектаров, из-за боевых действий на Донбассе ушла с украинского рынка. Теперь в компании Надра Юзовская, которая, собственно, и объявляла повторный конкурс на привлечение инвестора, уверяют, среди 5 конкурсантов Юзгаз предложил наиболее выгодные условия. Компания Юзгаз запропонувала наиболее программу геолого-разведывательных работ на сумму в несколько сотен миллионов долларов США. И эта программа работ предпочитает, в частности, бурение 15-ти свердловы. Кроме того, Юзгаз – единственная компания, которая подтвердила плату бонусов в начале выработки и коммерциейного открытия до государственного бюджета. То есть на сумму больше 100 миллионов долларов США. Конечно же, вопросов очень много, потому что слишком незначительный уставный капитал у этих компаний. Откуда они возьмут миллионные? А речь идет о миллионных. Причем только для георазведывательного этапа компания Shell планировала потратить 600 миллионов долларов США. Кто знает, возможно, мы увидим еще какую-то переуступку прав данного субъекта и иным субъектам. Ну, насколько прозрачно был проведен конкурс и кто же стоит за нидерландским Юзгазом, мы будем следить за развитием этой истории. Оснований для обысков на предприятиях смарт-холдинга в Херсоне нет, так считает адвокат этой группы компаний Владимир Якимов. Вчера, напомню, местная прокуратура пришла с проверкой на Херсонский судостроительный завод. Основание – уголовное производство по ряду предприятий контрагентов, которые перевозят лес и используют перевалку этого завода. А почти неделю назад на Херсонском судостроительном были сотрудники СБУ. Проводили обыски в рамках другого дела о причастности к финансированию терроризма. Также что-то искали на предприятиях группы смарт-холдинг в Николаевской и Полтавской областях. В холдинге все обвинения ранее категорически опровергли и назвали неприкрытой политической расправой над оппонентами. Ведь конечным бенефициаром холдинга является депутат оппозиционного блока Вадим Новинский. Адвокат группы компаний уверен, главная цель таких следственных действий – давление на бизнес. Неустановленные лица, финансирование в неустановленный способ. Ну, как такое может быть? В этой всей цепи доказательной информации, ну, хоть что-то должно быть установленным. И суд говорит о том, что, да, хорошо, все неустановлено. Ну, вот, дам разрешение, а вдруг что-нибудь найду. То это давление на бизнес, давление на конкретную группу компаний. Возможно, не знаю, как по мне, так им интересен, возможно, там, не знаю, конечный бенефициар. Оборотень в погонах. Задержанный по подозрению в ограблении инкассаторов в Купинске, СБУшник может быть причастен и к другим подобным нападениям. Светлана Шекера продолжит. О задержании офицера СБУ, которого подозревают в причастности к угону инкассаторского автомобиля в Купинске, Стало известно накануне вечером. О поимке скупо отчитались в службе безопасности. Напомню, 21 июля неизвестные, угрожая оружием, угнали инкассаторский автобус, выбросив из него водителя. В машине, по уточненным данным, было 4 миллиона 600 тысяч гривен. В полиции первые комментарии и заявления о том, что раскрыто резонансное преступление, сделали сегодня. Позавчера в городе Киев в одной из квартир нам был задержан. Нами был задержан один из нападавших. При осмотре квартиры у него было изъято два боевых пистолета. Пистолет Макарова, пистолет Вальтер. А также сумма денег 46 тысяч долларов, российские рубли и евро. О самом сотруднике СБУ, организовавшем преступную группу, в полиции особо не распространяются. Вот все, что сообщают. Ему 38 лет. Он дослужился до подполковника, уроженец Красноградского района Харьковской области, но работал в другом регионе. Около года назад перевезся в город Купенск. Трудился в райотделе. На той же территории, где и начал грабить. Имя не называют. На момент совершения разбойного нападения он находился в отпуске. Ему предъявлено обвинение по статье 187, часть 4. Это разбойное нападение совершенной группой лиц за владение денежными средствами в особо крупных размерах. СБУшнику грозит до 15 лет тюрьмы. Теперь полиция ищет подельников. Это трое мужчин. Преступники могут быть вооружены. В самой службе безопасности от комментариев отказались. Официальное сообщение на сайте гласит, случаи, в которых замешанных сотрудники не скрывают. Задним числом провинившихся не увольняют и помогают следствию. Местная же полиция проверяет, причастен ли задержанный подполковник к другим преступлениям. Осенью прошлого года похожее ограбление совершено в Киеве. Да и в самом Харькове за последние 15 лет на инкассаторов нападали 8 раз. Погибли 18 человек. Но найти грабителей по горячим следам удалось впервые. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. На Донецком направлении враг обстреливал защитников Авдеевки. Есть потери среди наших бойцов. Но интенсивность обстрелов несколько уменьшилась. Это констатируют на передовой. Подробнее Геннадий Вивденко. Передний наблюдательный пункт в северной Авдеевке. Отсюда украинские бойцы следят за врагом. До него всего 900 метров. На одном из важнейших пунктов украинской обороны наши военные замечают, что враг стал применять новые диверсионные методы. Если враг попадает в зону огня, стреляют на поражение. Правда, после разрешения руководства. Потому что руководство тоже понимает, что тут хлопцы стоят. В каждом женике, дети, семьи. Поэтому дозвол переходит очень быстро. Заместитель комбата показывает места, где недавно был ураганный минометный обстрел. Тут не было боевой техники. Вот в этом месте. Но они знали, что тут будут люди. За месяц у нас три загибли. В батальоне есть и раненые. За прошедшую ночь бойцы уже приспособились к манере противника. Если замечают вражеский беспилотник, потом надо ждать обстрела из крупнокалиберного оружия. Этот ТАСС собрали только после одного из них. Минские домовы, все свои краси. 80-й калибр и 120-й. Мерни. Шахтари. Дуже влучно, дуже кучно. Я бы сказал, дуже профессийно стреляют. За сутки в районе Авдеевки обстрелов меньше. Зафиксировано около десятка. Это связано, скорее всего, с тем, что сейчас идут переговоры в Минске. Плюс ОБСЕ сейчас работает на промзоне и также на других позициях. Поэтому, скорее всего, с этим. Идут какие-то переговорческие моменты. По данным разведки, с той стороны присутствуют российские журналисты. Украинские бойцы вдвойне стараются не поддаваться на провокации. Геннадий Вивденко, Александр Данилов, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Французов будут активнее призывать в Нацгвардию. Это подразделение увеличат почти вдвое для борьбы с терроризмом. Уже начали вербовать добровольцев и возвращать на работу тех, кто недавно уволился в запас. Как еще Франция собирается бороться с потенциальной угрозой, знает наш европейский САПКОР Оксана Кундеренко. От нее же узнаем и последние новости о недавнем теракте в Нормандии. Новый день, новые детали жестокой резни во Франции. Называют имя второго нападавшего. Абдель Малик Патиджан, 19 лет, уроженец восточной части страны. Был на крючке у спецслужб за попытки выехать в Сирию. Узнали его не сразу, только по тесту на ДНК, так как полицейские попали парню в лицо. Его мать показывает журналистам квартиру и отрицает все обвинения. Нет, нет, это не мог быть мой сын. Он хороший, он не дьявол. Он никогда не упоминал ИГИЛ. Мы хорошие люди и говорим о хороших вещах. У дома еще одного нападавшего, Аделя Кармиша, тоже толпы репортеров. Но двери и окна наглухо закрыты. Информацию добывают по крупицам. Это хорошая семья, дети много учились. Старшая дочь стала доктором, он был младшим. Родители его очень любили. Те, кто знал Аделя в последнее время, говорят, мальчик пошел по кривой дорожке. Якобы родители лично приводили его в полицию и говорили, их сын собирается совершить преступление. Но правоохранители не видели причин задерживать его. И вот теперь всплыло такое видео. Да будет с вами мир, да будет мир с нашим пророком Мохаммедом. Эти кадры, видеообращение Кармиша и Патиджана на плохом арабском, где они присягают на верность лидерам группировки ИГИЛ, не показывали по французским телеканалам. Местные журналисты приняли решение, цитирую, не прославлять убийц посмертно. Вот и ведущее издание «Лемонт» вышло без фотографий террористов и с редукционной статьей, которая объясняет, почему их личности не раскрывают. Мол, это дополнительная реклама радикальным фанатикам, которая может вдохновить других. Вся страна накануне молилась за погибшего в Нормандии священника и за всех жертв в Ницце, в главном соборе Нотр-Дам-де-Пари. Присутствовал на мессии президент Талант. Он пообещал усилить во Франции меры безопасности и в ближайшие месяцы завербовать 15 тысяч добровольцев и резервистов в Нацгвардию, орган, который поможет в борьбе с терроризмом. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Трампова геополитика. Какое скандальное заявление по украинскому вопросу сделал одиозный кандидат в американские президенты от республиканцев? Как на него отреагировали украинские дипломаты? Об этом и о последних новостях со съезда демократов. Подробнее наш Сапкор в США. Юлия Мендель. Едины и сильны. Несмотря на скандалы и протесты, демократы своим съездом остались довольны. Свою избранницу Хилари Клинтон они называют самым опытным кандидатом на пост президента. Когда мне было 12 лет, Хилари заявила о своей мечте в один прекрасный день стать президентом. Очень долго ждали, но вот мы наконец-то здесь. Сейчас творится история и я горжусь быть ее частью. Творить историю на третий день съезда приезжает сам президент Обама. Он благодарит американцев за доверие к себе и заверяет, что Хилари достойна занять его место. Да, Хилари критикует, в чем ее только не обвиняют. Одно укладывается в голове, другое нет. Она знает, что случается, когда тебя рассматривают под микроскопом целых 40 лет. Но она также знает, что ошибки бывают у всех, кто пытается что-то делать. На съезде выступают вице-президенты, нынешний Джо Байден и номинированный на выборы Тим Кейн. Публика ликует в зале и за сценой. Думаю, это собрание феноменальное, ведь здесь политики, которые способны нас всех объединить, объединить всю страну. В это время мировые медиа публикуют новость от кандидата республиканцев Дональда Трампа. Журналисты его спросили, захочет ли он, будучи президентом, признать Крым частью России и снять санкции. На что тот ответил, да, мы рассмотрим этот вопрос. Такое расшатывание международных позиций украинского посла в США настороживает. Скандальное заявление Трампа шокировало политиков и вызвало бурную реакцию. Но вот если демократы настаивают на соблюдении международного права по поводу Крыма, то республиканцы опять разделены. Некоторые осуждают заявление своего кандидата, некоторые уходят от ответа. Но вот бывший глава НАТО Джеймс Тавридис прокомментировал, заявления Трампа опасны как для внутренней политики США, так и для внешней. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Пример самообладания от Папы Римского. Понтифик споткнулся и упал во время мессы в Польше. Он не заметил ступеньку по дороге к алтарю. На помощь тут же бросились священники, секьюрити. Но 79-летний Франциск быстро поднялся и, как ни в чем не бывало, продолжил мессу. Несмотря на то, что святой отец споткнулся на ступеньки, которую наверняка не заметил, когда закрывал глаза, он в хорошей форме. И даже словом не оболвился, что в чем-то нуждается. Да и проповедь, которая неожиданно была довольно длинной, доказывает, святой отец сильный. За сколько на британском аукционе удалось продать пейзаж кисти Черчилля? И кого букмекеры называют следующей девушкой Бонда? Об этом не только. Узнаете из нашего обзора. Весь в маму американские СМИ посмеялись над необычайным сходством причесок Дональда Трампа и его матери. Снимки Мэри Трамп появились в сети после того, как один из телеканалов показал ее интервью 9-летней давности. Мать миллиардера, родом из Шотландии, с отцом Трампа познакомилась в Нью-Йорке. Шесть лет назад она умерла. Картина Черчилля ушла с молотка за 192 тысячи фунтов. Полотно под названием «Вид с венецианской дамбы» британский премьер создал маслом в 1946-м во время поездки в Соединенные Штаты. Еще одну пирамида Хеопса в Каире будут продавать вне аукциона. Всего Черчилль написал почти 500 картин. Одна из них была продана за рекордную сумму – более чем 2 миллиона евро. Кто станет следующей девушкой Бонда? Букмекеры начали принимать ставки на претенденток на роль подруги агента 007. Наилучшие шансы у австралийской актрисы Марго Робби. Возможными, но менее вероятными претендентками букмекеры считают Эмили Блант, Эмили Ротаковский и Эму Уотсон. А вот кто сыграет самого Бонда, пока неизвестно. Даниэл Крейг с этой ролью распрощался. В Венесуэле от голода гибнут животные в зоопарках. В профсоюзе работников столичного зверинца Карикуа заявили, что за последние полгода из-за недостатка пищи умерли около полусотни зверей. Власть все отрицает, но экономика страны находится в состоянии тяжелого экономического кризиса. Жители Венесуэлы за продовольствием и лекарствами регулярно ходят в соседнюю Колумбию. Муравьи получили имена драконов. Японские ученые из института Акинавы назвали два новых вида муравьев в честь драконов из американского сериала «Игра престолов». Дрогоны и Визарион обитают в Новой Гвинеи. Необычные имена им дали из-за внешнего вида. Муравьи черные, а на спине у них колючие шипы, которые позволяют защищаться от хищников. Рекордный 66-метровый сэндвич приготовили в Мексике. Сто кулинаров создали его из тысячи кусков хлеба, листьев салата, лука и помидоров всего за 4 минуты. Торта, так сэндвичи называют в Мексике, получился на метр длиннее прошлогоднего. Но так и не побил мировой рекорд в 730 метров. Его пять лет назад установили в Ливане. И срочная новость. Сумской области во время разгрузки боеприпасов прогремел взрыв. Погибли три человека, еще двое ранены. ЧП произошло на территории научно-исследовательского института химпродуктов «Укроборонпрома». Взорвавшиеся боеприпасы были привезены для утилизации. Это пока все, что нам известно об этом трагическом инциденте. Обновление информации вы можете найти на нашем сайте. Подробности.ua. У меня же на сегодня все. Спасибо, что смотрели подробности. Субтитры создавал DimaTorzok